Продолжение следует... Продолжение следует... Здравствуйте, уважаемые претенденты. Меня зовут Аджибаева Жархан, являюсь координатором отдела после узкого образования. Можете чуть погромче, да? Хорошо. Сегодня я буду отвечать на ваши вопросы касательно магистратуры и докторантуры. И можете задавать. Для начала мы подготовили базовые вопросы, которые уже есть. Это первое. Можете рассказать все о программах магистратуры? Хорошо. У нас по магистратуре каждый год выделяется больше 400 грантов в год. Можете поступать на государственный образовательный грант, а также учиться у нас на магистратуре на платной основе. Также у нас по магистратуре 306 образовательных программ по магистратуре. Это в сфере архитектуры, строительства, IT-сфера, управления проектами, менеджмент, горное тело, нефтегазовое тело, а также химия, в области химии. Также у нас в этом году приемная комиссия начинает свою работу в середине июня. И если у вас будут вопросы по приемной комиссии, можете задавать, пожалуйста. Ну и как раз следующий вопрос, как поступить на магистратуру? Хорошо. Чтобы поступить в магистратуру, абутерианты уже должны иметь степень бакалавра. Также они подают, чтобы поступить в магистратуру, претенденты должны сдавать комплексное тестирование. Получается, в этом году комплексное тестирование абутерианты сами регистрируются. Также они участвуют в конкурсе государственного образовательного гаранта. У нас приемная комиссия, согласно типовому положению, действующему, начинается с 15 июня. С 15 июня абутерианты сами должны самостоятельно зарегистрироваться на сайте НЦТ, Национального центра тестирования для сдачи комплексного тестирования. Также по результатам, если они получат больше 75 баллов, могут участвовать в конкурсе для получения образовательного гранта. Следующий вопрос. С какими компаниями вы сотрудничаете после окончания вуза, если человек захочет устроиться на работу? У нас институты, институт металлургии, институт нефтегазового дела. Также у всех институтов есть партнеры, они могут направлять на работу своих выпускников. Список компаний можно небольшой? Список компаний, к сожалению, я не могу озвучить, это нужно будет с институтами. Сколько блиться обучение на магистратуре? У нас в магистратуре есть два вида. Это по научно-педагогическому направлению, это два года, а также год-полтора года. Спасибо. Чтобы поступить на магистратуру, на грант, да, нужно набрать, чтобы участвовать в конкурсе, больше 75 баллов. Получается, вы должны комплексно тестировано состоять из четырех блоков. Получается, по английскому там, по английскому языку, по профилю, а также готовность к обучению в магистратуре. Получается, вы должны набрать по английскому языку больше 25 баллов, по остальным блокам больше 7 баллов. Прямо вопрос. По поводу отработки после обучения объясните, пожалуйста. Хорошо. По магистратуре, после завершения магистратуры, магистр должен отработать три года, вне зависимости от формы организации. То есть, вы можете работать в ТОО, либо в государственных организациях. А после докторантуры, если вы обучались на гранте на доктора философии, вы должны будете отрабатывать в вузах, либо в научных организациях три года. Прямо вопрос. Если я выиграл грант на разные специальности, я могу их выбрать. Получается, в конкурсе на грант вы выбираете одну группу образовательных программ. В эту группу в вузе, например, могут быть разные образовательные программы. При подаче заявки на конкурс вы можете указать три вуза, то есть по одному ГОП, но три вуза. В рамках ГОП вы можете выбрать образовательную программу. Например, в одной группе, в одной ГОП могут быть разные образовательные программы. Насчет диссертации по докторантуре. Получается, вот с 29 марта внесли изменения в положение о диссертационном совете. Получается, согласно вот этим изменениям, докторанты теперь могут выйти на защиту на основании двух статей, а также одного обзора. То есть эти статьи должны быть в журналах, которые входят в КУ-1, КУ-2, и они должны быть первыми авторами. Насчет военной кафедры нет, я не могу вас проконсультировать. Как поступить в ваш университет? Специальность архитектура, получается, вас интересует. Чтобы поступить, вы подаете документы во время приемной комиссии и указываете интересующую вас специальность. Документы – это, получается, заявление, копия диплома вместе с подлинником, а также медсправка. Если у вас есть трудовой стаж, вы должны прикрепить копию трудовой книжки, а также список научных трудов в случае наличия. Проходной балл сколько на архитектора. У нас в магистратуре установленная норма, получается, чтобы участвовать на конкурсе, вы должны набрать больше 75 баллов. Чтобы поступить на платное отделение, больше 50 баллов. Хотел бы всем напомнить, что сейчас проходит трансляция по магистратуре. Если вы хотите задать вопросы по бакалавру, то эта трансляция будет в среду. Сейчас задается вопрос только по магистратуре. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Есть ли возможность учиться за границей в случае поступления на магистратуру к вам? Если есть, то с какими ведущими университетами вы сотрудничаете? Получается, да, у нас есть такие возможности. У нас бывают разные программы по академобильности. Вы можете после поступления обратиться в отдел международного сотрудничества. А список университетов? Да, список университетов. Они могут в этом отделе ознакомиться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... 1 блок агылшин тіл, 2 блок магистратура окуга дайынды, 2 блок ол пэндек болты табылады. Сессуның шинде агылшин тіл бойынша 25-ден жоғары бал жинауыз керек. 2 блок бойынша, 7 балдан жоғары бал жинауыз керек. РазбайME, 7 балдан жоғはいе, 1 тіл бойынша 12-дене, тіл бойынша 16-ден жоғары бал жағары бай высvivлен тіл, Моц Ouц om 못 меруys! Адамдамы, тіл бойынша 62-ден жоғары бал ж 탄шыской холстага Sekрек, és ауч сути eloғätz бай ма! Продолжение следует... Продолжение следует... Какие предметы студенты должны сдавать во время тестирования? На текущий момент стоимость магистратуры полтора года составляет 1 700 000 тенге, а двухгодичная магистратура тоже 1 700 000 тенге, получается в год 850 000 тенге. Какие предметы студенты должны сдавать? Для магистратуры вы издаете комплексное тестирование. И согласно по группам есть определенные предметы. Вы можете посмотреть сайт Национального центра тестирования. Там приведены предметы по группам образовательных программ. Продолжение следует... Продолжение следует... Стоимость обучения за 1 год... В магистратуре. Если это научно-педагогическое направление, за 1 год стоит 850 000 тенге. Когда выйдут результаты грантов для студентов 2 курса и выше? Вы имеете в виду бакалаврят? Мы ожидаем приказа от СМОНРКа. Если учиться в бакалавре платно, а в магистратуре на грант отработка будет после магистратуры. Если вы на магистратуру поступаете на грант, у вас будет обязательная отработка после завершения магистратуры. 3 года. Да, у нас есть институт архитектуры и строительства. В данном институте реализуются образовательные программы архитектура, строительство и производство строительных материалов и конструкций, а также инженерные системы и сети. А еще будут вопросы? Там уже повторяются. Да, вопросы повторяются. Сейчас. У нас сейчас в данный момент магистранты-докторанты обучаются дистанционно в связи с пандемией. На магистратуру IELTS обязательно. Чтобы поступить в магистратуру, международный сертификат английского языка не обязателен. Но если у вас будет действующий сертификат IELTS, и если вы набрали 6 баллов и выше, то во время ГТ вы освобождаетесь от сдачи теста по английскому языку, и вам присваивается 50 баллов. Сколько стоит один кредит? В магистратуре стоит 33 тысячи тенге, в докторантуре 52 тысячи 280 тенге. Продолжение следует... Почему бездача IELTS отказывается допускать к защите магистрские? Напишите, пожалуйста, вашу кафедру и ваш институт. Военный кафедра, катастроф, таргамент, жалпирал майман. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...